Спасибо большое. Да, очень приятно опять находиться в Мозыре, на стадионе, где умеют болеть болельщики за свою команду. Понятно, что мы ожидали трудный матч, понимали, что соперник в первом туре уступил. И при своих болельщиках будет, конечно, и мотивирован, и будет стараться дать серьезный бой. В принципе, и с этим мы столкнулись, и ожидали этого. Поэтому очень важно было нам признать соперника в этом компоненте. Это касается единоборств, касается направления игры, именно владеть инициативой и реализовывать те моменты, которые возникали в игре. Может быть, с точки зрения подготовки к матчу мы очень основательно подошли к изучению соперника. Но признаюсь честно, что стартовый состав не то, что удивил, но он, скажем так, решение главного тренера Ивана Сергеевича было очень много изменений. Сделал тренер по сравнению с первым матчем, поэтому очень трудно было предугадать, кто выйдет в стартовом составе. Поэтому где-то мы немножко в этом отношении, скажем так, не ожидали, что будет такой стартовый состав у соперника. Но, тем не менее, очень интересный матч получился. Он был такой боевой, с обоюдными шансами. Но мы реализовали те моменты, которые у нас возникли. И, еще раз говорю, заслуга всей команды, то, что Влад Морозов подытожил, скажем, те действия командные в атакующих акциях для того, чтобы реализовать свое преимущество в голевых ситуациях и уехать из Мозыря с победой. Это очень ценная победа. Я благодарен команде за сегодняшний матч, за характер. Потому что мы ни одной тренировки не провели на натуральном поле. И вот здесь немножко были опасения, насколько мы физически справимся именно с натуральным полем. Потому что понятно, что оно было мягковатое, но было мягковатое для двух команд. Поэтому, в целом, считаю, что мы отлично справились. Браво команда. Я благодарен команде за сегодняшний матч. Спасибо, Владимир Ильич. За ваши комментарии. В каких-то вопросах не забывайте представляться. Пожалуйста. Владимир Ильич, вы говорили, что эпизод, когда Морозов подытожил усилия вашей команды, вы находились рядышком. Не показалось ли вам, что ваши нападающие излишки излишне жестко действуют с голгибером? Или в данном случае, когда это играет твоя команда, то все сквозь призму твоей команды? Нет, ну давайте, я понимаю вопрос ваш. Естественно, вам показалось, что было возможно нарушение правил. Я скажу честно, что я, зная Владислава, знаю его нацеленность на борьбу, и учитывая то, что он довольно крепкий парень, антропометрический, и у него постоянно глаза горят в единоборствах, я его даже иногда сдерживаю в тренировках, чтобы он так, ну скажем, жестко не шел в единоборство, даже против своих партнеров в команде. Поэтому его это отличительная черта, поэтому он сегодня и, возможно, выделяется в этом компоненте, что он готов идти на любое единоборство, вот прям по-мужски, и так на грани, на грани такого, знаете, там жесткого-жесткого столкновения. Поэтому в целом, еще раз говорю, я приветствую жесткую мужскую борьбу, но понятно, что я не могу сказать о том, что если бы было бы нарушение явное, ну, наверное, стоило бы признать, возможно, что, может быть, арбитр ошибся, так считаю, что дал играть, и это была мужская борьба. А вообще, насколько важно в современном спорте, в футболе, в частности, характер, мужская борьба, и складывается ли победа из вот этих мелких эпизодов, побед в этих единоборствах? Безусловно, единоборство – это очень важный компонент, и здесь важно понимать то, что мы очень внимательно, еще раз говорю, уделяли этому компоненту, потому что, ну давайте уже так, если немножко, скажем так, углубиться именно в подготовку к матчу, да, Славия Мозырь проиграла в первом туре футбольному клубу Минс со счетом 2-0, да, но я посмотрел общекомандное количество единоборств в этом матче, 61 на 39%, 61 на 39% Славия выиграла в количестве единоборств, то есть это говорит о насыщенности борьбы, то, что команда проиграла, может быть, не хватило каких-то, скажем таких, решающих эпизодов, голевых ситуаций, возможно, для того, чтобы в первом туре сработать на результат лучше, да, но что касается заряда, борьбы, и в этом компоненте Славия превзошла в первом туре футбольный клуб Минс, поэтому мы готовились, еще раз говорю, невзирая на результат первого матча, мы с уважением к сопернику подошли, по профессиональному, я имею в виду, и мы были готовы к этому, но я считаю, еще раз говорю, ребята справились прекрасно. То, что матч проходил на естественном поле, хорошо ли это, и вот вы как футболист, как тренер, хочется ли человеку футбольного поскорее выйти на, естественно, газон? Да, безусловно, я понимаю, ребята иногда есть у них такие, не то, что недовольство, но, по крайней мере, они высказывают то, что вот скорее бы уже выйти на натуральные поля, потому что все-таки другое сцепление и другая нагрузка на мышцы. Вот, с учетом подготовительного периода, то, что такое продолжительное время, два с половиной месяца работали на искусственных полях, уже накапливается где-то, и даже, ну, знаете как, я сам был футболистом, да, в свое время, когда ты чувствуешь запах травы, запах, как дышит почва, это совсем другие ощущения, да, и когда это искусственная трава, естественно, немножко есть различия. Поэтому и внутренняя мотивация, и антураж, вот тот, который сегодня, еще раз говорю, в Мозоре, пускай те болельщики, которые пришли, они все равно создают эту футбольную атмосферу, и неважно то, что мы в гостях играем, прекрасно играть, когда есть вот это и зрительский какой-то антураж, и мы же слышим, пускай даже славью поддерживают болельщики, но, естественно, натуральный газон, он придает еще больше вот такого вот именно удовольствия от игры в футбол. Вы пришли в клуб Динамоменц, наверное, одновременно здесь интерес и большие возможности для вас, для тренера, но и тут же и ответственность, понимаете, что в этом году ждут не просто медали, медали золотых, насколько это сложно или все-таки интерес превалирует? Ну, знаете, в любом случае, мы все тренеры амбициозные, я считаю, да, все тренеры, которые работают, мы ищем мотивацию внутреннюю для себя, да, стремимся куда-то, чего-то достигать, да, ну, наверное, если у тебя есть амбиции, есть мотивация и есть какой-то определенный вызов, да, если ты себя к этому готовишь, то надо этот вызов принимать, поэтому я принял этот вызов, Минская Динамо, я здесь начинал молодым футболистом, когда пришел с Брестского, с Дюшор сюда попал, в дубль Минского Динамо, и была мечта попасть в Минское Динамо, понимаете, поэтому сейчас, работая тренером, я передаю свою энергетику и свой посыл всем тем ребятам, которые сегодня находятся, особенно молодежи, чтобы они понимали, что только вместе мы, когда как единая команда, способны чего-то значимого достичь. Я сейчас не буду говорить там, что мы прям там хотим заявления какие-то громкие делать, но мы будем идти от матча к матчу. Вот сегодня победа одержана, еще раз говорю, благодарен команде, молодцы, бойцы, характер проявили, сработали отлично на результат, и игра, я думаю, тоже была неплохая в нашем исполнении. Еще такой вопрос, ваш ближайший помощник, человек, который много провел в Мозыре, жил в Мозыре, играл в Мозыре, Игорь Анатолий Свесарчук, чем вас привлекает этот специалист или так, как талисман? Ну, нет, что значит талисман, это профессиональная работа, и здесь важно понимать, что Игорь Анатольевич профессионал своего дела, в какой-то момент мы с ним, как профессионалы, тренеры, скажем так, познакомились, да, я обозначил определенные требования к нему, да, для того, чтобы он развивался и прогрессировал как тренер. И в этом плане, я скажу, вот за четыре с небольшим годом, что мы вместе сотрудничаем, он существенный прогресс сделал именно в тренерском развитии. Вот, поэтому я очень доволен вообще не только Игорем Анатольевичем, а всем тренерским штабом, который сегодня есть в Минском Динамо. Ребята профессионалы, и мы не можем разделять успех только, что это заслуга главного тренера, это заслуга всего тренерского штаба. Любая победа, это заслуга, помимо команды, заслуга всего тренерского штаба, и всех тех людей, которые окружают Минской Динамо и переживают за успех нашей команды. Спасибо большое. Еще вопросы у вас? Пожалуйста. Игорь Степанцов, Игорь Степанцов. Беларусь 5, дирекция Вадим Викторович. Закончилась международная пауза. Ваши игроки участвовали в национальных сборных Беларуси. Как оцените их выступления вообще? Давайте сегодня, во-первых, в стартовом составе вышли, да, и те ребята, которые играли за национальную сборную, и те ребята, которые играли в молодежной сборной, это Демченко, Рылыч, Калинин, три человека, да, плюс национальной сборной Хвощинский, Морозов, Быков. Вот, поэтому шесть человек сборников сегодня были, которые, я считаю, были опасения, конечно, что всегда после игр международной паузы есть такое, знаете, опасение, что может в каком состоянии физическом вернуться из расположения. Но в хорошем состоянии ребята вернулись, и это медицинский контроль показал, да, и плюс эмоциональная составляющая, к сожалению, после поражения национальной сборной осталась на хорошем уровне, поэтому мы полностью переключились на клубные наши дела, и сегодня ребята, еще раз говорю, продемонстрировали характер и стремление к победе, независимо от того, как выступили в национальной сборной. Спасибо, еще вопрос есть? Давайте поблагодарим. Очень просто. Артем Макарчик сегодня вне заявки. Вернулся Артем из расположения сборной, и возникла проблема небольшая со здоровьем, связанной с коленным суставом. Будем разбираться, потому что есть небольшая отечность. Вот чем вызвано, я думаю, что надо сделать МРТ и посмотреть, где возникла проблема. Но проблема возникла не в национальной сборной, проблема возникла еще в расположении клуба. Единственное, что уже перейдя на натуральный газон за национальную сборную, видимо, дало о себе знать вот этот переход с искусственного поля на натуральное, и появились проблемы с коленным суставом. Но здесь, я думаю, медицинский штаб, я уже дал задание, чтобы как можно быстрее мы разобрались с этой проблемой, и как можно побыстрее постараться Артема вернуть в строй, и чтобы он был здоров, конечно же. Спасибо. Еще вопросы есть? Давайте, Владимир Викторович, помогите записываться. Нет. Лиза, да. Пожалуйста, конечно. Владимир Викторович, сегодня у нас дебютировал Федор Лопауков. Это наш молодой ратай. Пожалуйста, прокомментируйте дебют нашего воспитанника. Прекрасное событие для Федора. Я думаю, он полон сейчас вот этого эмоционального такого вот всплеска, да, с учетом того, что победила команда, с учетом того, что это была дебютная игра парня высшей лиги в составе Минского Динамо. Федор воспитанник нашего клуба, поэтому здесь, я думаю, что прекрасные у него эмоции, и еще раз говорю, эмоциональная сейчас составляющая у него зашкаливает. Поэтому он отлично сработал на протяжении всего матча, и заслуженно, я думаю, если бы сегодня я бы определял лучшего игрока матча, то, наверное, возможно, с учетом вот этих факторов дебюта, ответственности, наверное, Федор Лопауков назвал бы сегодня лучшим игроком матча в нашей команде.